Ну а мы, собственно, переносимся в Британию, где и были отравлены Скрипали. Опять лучший друг нашей программы в Соединенном Королевстве Борис Джонсон заставляет о себе говорить. И ладно бы только нас заставлял. Нам дело привычное. Весь цивилизованный мир заставляет. Он этот мир сегодня обсуждает. А был ли твит? Вынуждены вступить в дискуссию, надеюсь, с решающим эффектом. Твит британского МИДа был. Собственно, вот он. Анализ, который провели лучшие в мире эксперты из лаборатории Портондаун, ясно показал. Использовался военный нервно-паралитический яд-новичок, произведенный в России. Портондаун – специализированная лаборатория, аккредитованная в ОЗХО. Да, твит был. Был и нету. Сотрудники Бориса Джонсона его удалили. Ну, друзья, как известно, познаются в беде. Я лично очень сочувствую Борису. Напомню, вчера вечером лучшие в мире эксперты из секретной лаборатории в Портондаун сказали наоборот, что никаких российских следов в изготовлении вещества, которым были отравлены скрипали, они не обнаружили. Как ни старались. Получается, этот самый лучший в мире английский завлаб говорил Борису одно, а всему миру прямо противоположно. Что ж, бывает. Мне лично кажутся убедительными в этой связи только две версии. Первое касается завлаба. Говорят, у него в лаборатории много разных газов. Возможно, какой-то утек. Возможно, даже не без помощи российских спецслужб. И вот завлаб, слегка заикаясь, уже делает заявление о невиновности России. Причем, видимо, прямо на русском языке. Я бы на месте Бориса эту версию публично обсудил и проверил. Совет дружеский. То есть абсолютно бескорыстный. Вторая версия. Она касается уже самого Бориса и его коллег. В любимом романе Бориса «Преступление и наказание» есть персонаж, следователь Порфирий Петрович. Он и говорит главную фразу в романе и, возможно, для Бориса и компании. Помните? Точно? Вы и убились. Что советуют Борису наши британские коллеги в материале Антона Вольского? Откровение главы секретной британской химической лаборатории произвело эффект разорвавшейся бомбы в британском обществе. Токсичными сразу стали все, до сих пор звучавшие официальные заявления правительства Великобритании. О, да, это абсолютный провал. Все действия и заявления, которые делает правительство, говорит личный министр иностранных дел и публикует официальный твиттер-аккаунт. Форин офиса противоречат друг другу. И в контексте информационной войны это, конечно же, очень плохо. Но главным обвиняемым оказался министр иностранных дел Борис Джонсон, который громче всех кричал о неопровержимых доказательствах причастности России к отравлению в Солсбери. Они были абсолютно категоричны. И я даже спросил парня из лаборатории, вы уверены? И он ответил, что никаких сомнений нет. Сегодня все британские телеканалы это интервью сравнивают с заявлением самого начальника той самой лаборатории в Порт-эн-Дауне, где и производилась экспертиза отравляющего вещества. Мы не определили точное происхождение, но мы предоставили научную информацию правительству, которая затем использовала ряд других источников, чтобы сложить воедино выводы. Вывод очевиден. Кто-то из этих двоих говорит неправду. И почему-то в Британии симпатии не на стороне министра иностранных дел. Газета Guardian задается вопросом, почему Бориса Джонсона еще не уволили? Это наш британский Дональд Трамп. С нелепой прической, невнятной речью и пренебрежительным отношением к фактам. Но этого мало. От комментариев обычно разговорчивый Джонсон сегодня отказался. Зато его министерство по-тихому удалило твит от 22 марта. Причем британская пресса обращает внимание на то, что первыми исчезновение твита заметили в российском посольстве в Британии. И это особое унижение. Оппозиция в парламенте отреагировала мгновенно. Лидер лейбористов обвинил Бориса Джонсона в том, что он ввел в заблуждение общественность. И он говорил это так категорично. Даже использовал выражение 101%. То есть теперь получается, либо у министра иностранных дел есть какая-то информация, но он ей не делится, либо все обвинения в адрес России сильно преувеличены. Сейчас в Лондоне стараются просчитать возможные последствия от провала в таком сложном деле, как отравление в Солсбери. Ведь Британия переполошила весь мир, спровоцировав волну взаимных высылок дипломатов. Как раз сегодня в Москве объявили персонами Нонграда еще двух сотрудников посольств Бельгии и Венгрии в качестве зеркальной меры в ответ на высылку наших дипломатов из этих стран. Но, как пишет «Таймс», интервью главы лаборатории в Порт-энд-Дауне вызвало шок на Даунинг-стрит и поставило под угрозу наскоро сколоченную Лондоном коалицию против Москвы. В Германии уже задаются вопросом, во что их втянули. В Германии заместитель Ангела Меркель на посту председателя партии ХДС напомнил британцам, что за слова надо отвечать. Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к отношениям с другими государствами. Он не должен нарушать правовые принципы. Уж если вы принуждаете страны НАТО к солидарности, то должны подкрепить свои действия надежными доказательствами. Похоже, сейчас те страны, которые не выслали российских дипломатов, чувствуют себя более уверенно по сравнению с теми, кто уступил давлению Лондона. Президент Болгарии, который отказался ссориться с Москвой, даже разместил официальное заявление на своем сайте. Хочу подчеркнуть, что Болгария лояльный член Европейского союза и НАТО, но эти союзы основаны на многих ценностях, одна из которых прозрачность. А ее-то, как выяснилось, и не хватает. В неофициальных беседах представители британского правительства объясняют, что выводы лаборатории в Порт-эн-Дауне – лишь один из источников информации, на основании которой были сделаны выводы о причастности России к отравлению. Но при этом другие источники не называются. И вот уже не только из России, но и внутри самой Британии звучат призывы все-таки раскрыть карты. Вот вся цена вот этому всему удаления твитов, а на основе этого вообще-то премьер-министр выступала в парламенте. Я вот сегодня найду это выражение. Я имею в виду перевод на английский, но просто наперсточники. Вот натуральные. Сейчас опубликовали твит, потом его сделали миллион ретвитов, сейчас прошло время, его удалили. Начнутся потом, что и вы-то не так поняли. На самом деле, мы же говорили highly likely, высокая вероятность. Это говорило о том, что это не прямые обвинения. Но, несмотря на набирающие обороты скандал, в Британии продолжают появляться все новые версии и обсуждаться новые подробности, произошедшего в Солсбери. Как, например, почему от действия боевого отравляющего вещества не пострадали домашние животные Сергея Скрипаля, кот и морские свинки. И сам уровень этого обсуждения, и количество версий, который перевалил уже за десяток, включая отравление боевой гречкой, и дроны, которые якобы использовались и распыляли боевое отравляющее вещество прямо в парке над Скрипалями, все это указывает на то, что сами англичане уже не очень-то склонны верить в версию о вездесущей руке Кремля, стоящей за преступлением в Солсбери. Антон Вольский, Дмитрий Малышев, Первый канал, Лондон.